В 2007 году работа режиссера Сергея Урсулика, сериал «Ликвидация», наделала много шума. Необычная картинка, сюжет и целая плеяда известных актеров сделали свое дело. Но, по мнению многих, популярность фильму принес именно Владимир Машков и его роль Гоцмана. Он блестяще вжился в образ реально существовавшего сотрудника УГРО Давида Курлянда, который наводил ужас на преступное сообщество Одессы в послевоенное время. Давид Менделевич Курлянд был коренным одесситом. Он родился в предреволюционные годы 1913 году. После кончины отца в 1920 году Давид оказался в детском доме. Но пребывал там недолго. Старший брат, солдат Красной Армии, вернувшись на родину, забрал его оттуда. Но короткого пребывания среди малолетних преступников и беспризорников хватило Курлянду-младшему, чтобы возненавидеть воровскую романтику навсегда. Он не сразу пошел служить в органы. Поначалу работал печником, как его отец, освоил профессию сапожника, трудился на заводе обычным рабочим. После, по рекомендации Комитета советской молодежи, устроился помощником в уголовный розыск. За несколько лет работы он набрал необходимый опыт и получил должность старшего оперативного сотрудника. По сюжету сериала «Давид Гоцман» является авантюристом, часто идущим на неоправданный риск. Его реальный прототип – полная ему противоположность. Курлянд обладал незаурядными умственными способностями, тщательно продумывал план операций и уж точно никогда не пытался задержать в одиночку банду или опасного преступника. Сотрудники по борьбе с бандитизмом прозвали его профессором, а представители преступной элита – волкодавом из Одессы. Курлянд не всегда работал в Одессе. После участия в обороне города в 1941 году и последующей эвакуации он попал в Узбекистан. Там Давид продолжил свою деятельность, организовав охоту на дезертиров, мародеров, спекулянтов и валютчиков. Там же он впервые получил должность начальника управления УГРО. На тот момент ему было всего 28 лет. В 1945 году Курлянд вернулся на родину. Послевоенная разруха, голод и доступность оружия породили волну беззакония. Часто описываются случаи, когда офицеры, прошедшие войну, погибали на улицах Одессы за наградной пистолет и талоны на продукты питания. Давиду Курлянду пришлось приложить титанические усилия, чтобы привести в порядок город и очистить его от преступной нечисти. Именно он разрабатывал и принимал участие в ликвидации Одной из самых опасных и жестоких банд тех лет «Черная кошка». Давид Курлянд посвятил жизнь службе в уголовном розыске. Даже после выхода на пенсию в 1963 году он не бросил свое дело. Теперь одесский волкодав преподавал молодым курсантам школы МВД. При его участии был создан музей истории одесской милиции, где сегодня достойное место занимает экспозиция, посвященная его работе. Много споров в семье Давида Курлянда вызвал сериал «Ликвидация». По сути, его сюжет полностью списан с дневников легендарного оперативника. В то время как внук утверждает, что Владимиру Машкову удалось мастерски передать характер деда, его сын Анатолий говорит, что образ отца попросту переврали. Хотя он согласен, что актер внешне напоминает Курлянда, но характер и личные качества переданы неверно. Он был добрее, умнее и великодушнее персонажа.